Он смелый только по телефону. Жителя заводского района Андрея Кузнецова обвиняют в лже-терроризме. 30 декабря прошлого года он позвонил и сообщил о бомбе в одном из торговых центров. Кузнецов Андрей Иванович совершил общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, предусмотренное статьей 207 ГК РФ, а именно заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он позвонил в те дни, когда страна переживала трагедии в Волгограде. В гипермаркет съехались несколько нарядов полиции и кинологи с собаками. Несколько часов торговый центр был закрыт и для продавцов, и для покупателей. Дословно сообщение о заложенной бомбе звучало так. В 11.30 в Саратове в каруселе произойдет взрыв. Чтобы исключить все возможные варианты, правоохранителям пришлось досматривать не только гипермаркет, но и детские аттракционы. Поэтому к уголовному наказанию лже-террористу добавился и иск о возмещении материального ущерба полицейским. Как он это объяснил, он любит шутить. И сказал, что перед Новым годом решил так пошутить. Все свое мастерство юмора он направил в такое русло. У Андрея Кузнецова эта судимость не первая. Раньше были условный срок и штраф по статье кража. В последнее время он работал водителем такси. Он признавал вину, говорил, что действительно раскаивается. Просто при совершении данного преступления не осознавал весь характер своих действий, впоследствии, точнее сказать, совершенного им звонка. Дело лже-террориста рассматривали в особом порядке, без допроса свидетелей и самого подсудимого. В этом случае по закону назначить наказание ему могли не больше, чем две трети от максимального. Суд приговорил Кузнецова Андрея Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде решения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии и поселении. За ложное сообщение Андрею Кузнецова дали не только реальный срок, но и выписали штраф около 20 тысяч рублей. Их он должен выплатить полиции в качестве компенсации. Несмотря на наказание, лже-террорист продолжает шутить. Екатерина Савина, Игорь Шишилин. Новости. Терриобъектив.